Ну что, друзья, всем привет! Начинаем с дивана. Привет всем, друзья! Короче, я сдала этот диван в Костку. Сейчас я вам покажу. Он сломался. Вот видите, все. Вот эта деталь от него отлетела, откуда начало все сыпаться. Вот как вот это было слабым звеном, так и продолжает быть. Меня это достало. Зашла в Костку онлайн. Сколько мне взяло? Секунд 15 сдать этот диван? Я не засекала, но недолбина. Вот, теперь ждем, когда его заберут. Оформила возврат... Разврат? Сейчас попытаюсь выговорить. Оформила возврат. Очень быстро. Заполнила буквально там несколько этих граф онлайн. И написала, что хочу вернуть. Написала, что сломался. И все, и без проблем. Сказали, с вами свяжутся, приедут и заберут. У нас бесплатно, представляете? Уже две недели прошло, и все никак не связывается. Наверное, будут что-нибудь звонить, добиваться связи с ними. Говорили, 5-7 рабочих дней, а уже две недели прошло, и что-то нет. Но нам сегодня уже привозят новый диван. Я забыла сказать, что мы еще купили диван новый сразу же в это же мгновение. Короче, я в течение двух минут сделала сразу вот этот возврат и купила новый диван. Правильно? Да. Онлайн все, не глядя. К Вове подошла, показываю ему картинку. А Вова говорит, да покупай, покупай. Ну, короче, он будет побольше этого. Тоже кожаный, тоже из костка, тоже беленький. Будем надеяться, что он будет рабочий. По крайней мере, он не раскладывается. И не надо будет вот это вот выдвигать, задвигать. И не будет таким тяжелым. Ну, в смысле, он раскладывается, но не в электрическом виде. Да. Вот эту вот деталь сдадим вместе с диваном? Нет. Нет, давай мы прям вот им вот вместе с диваном сдадим, чтобы они это... Ну, давай. Вот прям специально доставить. Нам, кстати, сейчас надо будет его убрать. Да, и должны были сегодня... Должны были сегодня привезти в 9.45 время 8.25. Вова, Соня отвез, звонит мне быстрее. Нужно сейчас уже начинать вот это все уносить отсюда. Да, надо сейчас унести, пропылесосить. И они сейчас уже 8 минут не имеют приедут. Придется его временно вот этот диван поставить в ту нашу. Мы теперь эту комнату называем не спортзал, а склад. Чтобы вы понимали. Так. Вот этот ковер круглый я еще не продала. Я просто даже его не выставляла на продажу. Все руки никак не доходят. Все остальное, как видите, мы освободились от всего уже. Часы повесили. Это с улицы занесли, потому что у нас сегодня дождь. Не хотим, чтобы потом высыхало. Все это ждать. Вот. Немножко у нас бумаги осталось. Ну, популчик. Немножко осталось бумаги. Ну, как немножко, полкоробки еще, наверное. Так раздали, в принципе, все. Вот, вот это кресло решили отдать его. Мы, кстати, себе еще ничего не оставили. Да? Или нам не надо? Да, оставим, оставим. Вот. Ну, еще я заказала в Костка сразу вместе с диванами. Вот эти вот, называется, эндтейбл. Как это сказать правильно? Придиванный столик. А, это как раз сюда, да? Угу. А я что-то думала, что это в спальне. Не, я думаю, если они не подойдут рядом с диваном, не будет хорошо смотреться, то я их поставлю как ночные столики возле кровати. А потом дрессор под них такой подгоню, куплю, подберу. Вот, короче, заказала два в Костка. Прислали. Бесплатно, кстати. Костка это просто какое-то чудо, да, Вов? Бесплатно. Бесплатно забирают, бесплатно присылают. Еще бесплатно продавали бы. Что-то, знаешь, какие бы мы вообще были нахрени. Не, ну, знаешь, как легко можно вернуть в Костка диваны. Диваны! Прошел год, больше года. Они стоили две с половиной, а мы их купили за две. 500 долларов скидка была, да. А я вот эти заказала, новый, как-то, он тоже секция такая. Он стоил три с половиной, а я его купила за две с половиной. На него была тысяча скидка, представляете? Короче, одним словом, жалко, конечно, этот диван. Удобный, мы его все полюбили, дети расстроились, что я его сдала. Я их перед фактом поставила. Они же, видите, здесь это, у них кинотеатр и этот, игровая, как ее. Ну, ладно. Так, сейчас мы будем убирать этот диван, переносить сюда, освободим местечко и будем ждать, когда нам привезут. Вот эти две секции очень тяжелые, вот эти вот раскладные, которые... Кстати, вот это кресло классное, такое удобное, такое потрясающее просто. Я буду толкать. Короче, вот такая вот часть одна. Там надо будет поднимать. Поднимать? Ну, там, на камер, чтобы замести. А, окей. Вот эта штука, которая у нас поломана, она раскладывается. Вот, она раскладывается, только не до конца, неправильно, и потом не складывается. Короче, вот так вот. Все, мы убрали диван, и, наверное... Сразу эхо появилось. Наверное, новый диван мы будем ставить так же, как сейчас стоял, по той простой причине, что нам нужно пространство для съемок. Мы зависим сейчас от съемок, и поэтому диван вот так поставим, таким же углом, как и стоял этот, да? А, ну и сейчас надо будет полы быстренько пробежаться с паровой ванной, под ковром вот тут протереть. Слушайте, какая штука. Это надо попробовать попользоваться ей. Такая она классная. Поставь ее в нормальное положение, включи и нагре. Она быстро сейчас нагреется. Вот она пропылесосит. Да, пропылесосит надо. Так, давай я буду снимать, а ты показывай, какая чудо-швабра. Это вообще, вот особенно у кого здоровье плохое, сил нет полы мыть, ее просто надо водить. Вот это вот. За ней надо ходить. Да. Водит она себя сама. Такая классная, так хорошо моет полы. Так, что-то так быстро пол высыхает. Сухо у нас. Сухо, да, у нас сухо, да. Вот. И полы очень хорошо моет. Это прям, наверное, одно из самых лучших приобретений из всех распаковок, которые у нас были, да, Вов? Вот эта вот швабра. Я прям на нее не нарадовалась. Да, у нас прям полезно. Да. Роботы-пылесосы шикарно работают. Пока Вова моет. Сейчас покажу. Так, сюда временно поставила кошачью штуку. Вот тут у нас роботы-пылесосы стоят. Вот этим пылесосим, вот этим моем. Ну, швабры часто, я думаю, паром не стоит эти полы мыть. Поэтому используем иногда вот этот робот-пылесос моющий. Ковер под стол вот так постелили. Мне кажется, он нормально сюда вписался. Вот эти вот штуковины пришлось поменять. У нас здесь были белые. Но у нас, кстати, здесь чуть пожар не случился. Сейчас покажу. Пожар был. Ну да, сейчас стол немножко загорелся. Ой! Короче, Лиза у нас устроила здесь пожар. Видите, стол спалила новый. Вот это содралось, а вот это вот так теперь и будет. Я вот этой штукой ее закрываю. Короче, что случилось? У нас здесь стояла вазочка с цветами из распаковок. Я поставила две ароматизированные свечи для красоты и для аромата. Так рядышком. А Лиза... Лиза почему-то решила, что... Так недостаточно аромата, надо еще с огоньком. Я зажгла свечи. Я, главное, сроду не думаю, что кто-то из детей додумается зажечь свечи под этой вазой с цветами. А цветы-то были искусственные. Они такие какие-то тряпочные. А цветочки вот здесь и висели прям практически на свечках. Мы каждый в своих комнатах. Соня выскакивает. Горим! Горим! Соня сверху училась. Да, запах. А Лиза, главное, зажгла, села. Лиза испугалась. Лиза испугалась очень сильно. Не, но она здесь была. У нее, по-моему, аппетита даже не было. Она здесь была. Почему она не увидела пожар? Соня среагировала очень быстро. Прибежала, открыла дверь и выкинула все туда. Пламя было вот такое, прямо огромное. И вот это вот начало уже все на стол капать, сливаться. Цветы загорелись прям хорошим таким пламенем, как стоп сена. Да, и у нас теперь там на траву бросили. У нас там теперь кусок травы выжженной. Ну, наверное, принято. У нас там бардак, не обращайте внимания. Порядок будем наводить. Да, вон там пятно видно за этой боксерной грушей выгоревшее. Вот так вот. Теперь у нас новый стол стал старым и полусгоревшим. Потом что у нас с ремонтом? Давай, пока люди не приехали эти, не привезли диваны, расскажем про ремонт. Как видите, ремонт продолжается. Вот и не там. Да, видите наклейки. Они все сделали, кроме потолков вот этих и на улице, над гаражом вот эта вот провисшая дуга такая. Они приезжают ремонтировать. Обычно почему-то так совпадало, что были вот такие, как сегодня дни дождливые, туманные, пасмурные. Они приезжают, посмотрят, а действительно ничего не видно. А когда солнечный свет, то видно все изъяны. Здесь очень много изъянов. Не знаю, видно сейчас или нет. Полосы такие. Женщина-инспектор приезжала как раз в солнечный день. Она видела все вот это, все эти изъяны. А рабочие приезжали в плохие дни. Короче, потолок не сделали. И на улице вот этот, как его, сайдинг нужно там чуть-чуть подделать. Не знаю, когда нам сделают. Она опять от нас скрывается. Как сайдинг? Ну, над гаражом это вот это. Да, я не знаю, как от нее теперь это добиваться. Потому что я ей звонил на прошлой неделе три раза. С третьего раза только она мне ответила. Сказала, сейчас я в офис приеду, буду разбираться, тебе перезвоню. Прошло уже 10 дней с того времени, с того момента. Так она мне не позвонила. Буду добиваться как-то. Ну, а так дом, в принципе, это подкрасили. Два раза красили. Не идеально, конечно, все. Но значительно лучше, чем было. Вот. Не скажу, что теперь прям супер-супер стены. Ну, нормально пойдет, да? Вот. Так все, в принципе, подремонтировали. Ну, и сейчас покажу. Диван отнесли. Не знаю, сколько у нас теперь здесь будет диван стоять. Мы уже привыкли, что у нас в этой комнате склад. И красиво здесь, наверное, уже никогда не будет. У нас вечно здесь что-то стоит с этими распаковками. Если у нас появится отдельный склад, то здесь может быть. Зато мы часы повесили. Часы повесили. Нам, зрители, многие, прям написали на e-mail, что нужно часовой механизм купить в эти часы. Будешь покупать китайские дешевые? Или, знаешь, из других часов можно в доллар вам купить, вытащить и вставить. Ну, у нас вон коробок из распаковок полном, а штанги нечислили. А, наверняка, да. У нас полный гараж еще, коробок. И не знаю, когда мы будем открывать, распечатывать. Ну, и пока мы ждем, у нас для вас есть сюрприз. Долгожданная коробка. Я никто не открывал, но кто-то пытался заглядывать. Это не потерянная посылка. Если что. Главное, чтобы правильно все было написано. Серебряная кнопка, вторая. Фанни Фор Фэмили. Сто тысяч подписчиков. Теперь мы будем ждать золотую кнопку для Фанни Фор. Такая вот кнопочка. Теперь у нас две. Куда бы их повесить теперь? Вот я все время думаю, их надо обязательно повесить. Все-таки это наше достояние, достижение. Протяжение. Короче, вот такая вот серебряная кнопка. Можно туда, если мы здесь съемки делаем, то он не в кадре будет. А там, где их можно было бы повесить, эти всякие штуки. Там и по-моему. Короче, теперь у нас две серебряные кнопки. Сертификат. Такой прислали на такой классной бумаге. Типа поздравления, и это благодарность от Ютуба и поздравления. Так, расскажи мне, это вот такая у нас. Такое мы ждем. А это 10 миллионов? Да. Это бриллиантовая, да? Да, еще, по-моему, рубиновая у кого-то уже есть. Ну, это за 100 миллионов. А 100 миллионников, по-моему, только два. Ну, я знаю, что уже есть. Перепой и мистер Брис. Так. Короче, две серебряные кнопки. Когда золотая придет, тогда мы их повесим, да? Потому что я чувствую с такой скоростью, с какой мы ремонт дома делаем, мы скорее золотую кнопку получим. Мы же ничего еще дома не делаем, потому что ждем, когда потолки. Я шторки очень хочу сюда повесить. Занавески, вернее. Вот. Но все дело упирается в потолки. Кстати, столик из распаковок. Видите, да? Дети сразу используют под это. Вот. Что у нас еще тут из распаковок? Елочку я пока здесь поставила. Но потом посмотрим. Мы все поставим. Посмотрим, как, что, где будем делать. У нас тут все из распаковок. Так. Вот сюда мы поставили этот светильник. Столик. Телефончик. Как будто бы, знаете, это настоящий. Вот. Вечером очень классно. Здорово здесь. Он такой дает светильник, этот золотистый цвет освещения. И на потолках рельефные красивые такие пятна из-за того, что вот здесь отверстие. Вот, как видите, мы шторку здесь повесили. Поставили вот здесь этот, как органайзер. Здесь разные мелочи. Там канцелярия, там какие-то. Ну, короче, различные мелочи, которые у нас лежали, а бы где посвалили. Они, по идее, должны лежать в писанном столе, но у нас нет словы. И мы сюда все поставили. Картина. Сонина. Криво висит почему-то. Повесили сюда. Ну, чтобы так на видном месте. Напоминаю, что эта Сонина картина заняла пятое место по области на выставке. И Соня за нее получила 50 долларов. Картина называется «Красное море». Вон, у меня снизу кричит коронавирус. А мы называем коронавирус. Похож, да? Сидим, ждем. Обманули. Прошло уже минут 40. Главное, они не должны были в это время приезжать. Позвонили, сказали, что приедут. Я бегом завтрак себе засунула на ходу в рот. А теперь сидим. Кстати, ховерборды работают изумительно. Мы один продали. Продали, как правильно говорить, не знаю. Целый, новый. А два оставили себе. Один, который с поломанной ручкой мы выкинули. Тут, да, карт? Да, я уже не стал пытаться ее ремонтировать. Просто Лиза ездит на нем. А второй с картом Никита гоняет по улицам. Ну, а консольный столик коричневый, если кто помнит. Ради которому-то полет покупали. Могулечка его сильно хотела. Потом почему-то мы подумали, что он будет слишком громоздко у нас. Не, он просто не вписался в наш дом нигде. Смотреться будет. И поэтому мы его подарили. Избавились. Да. И много чего еще подарили, раздарили людям. Черные вот эти всякие столики кофейные, тивистент. Решили, что, короче... Много приезжих сейчас, которые только-только приехали. Поэтому мы им все так отдаем. Вот насчет этих стульев, посмотрите, я уже показывала. Они все еще сильнее желтеют, желтеют. И вот эта вот поверхность дает о себе знать. Видно, что дешевый, что дешевый кожезаменитель. Ну, и я думаю, или я краску куплю, спрей, побрызгаю их в какой-нибудь другой цвет. Может быть, какой-нибудь кофейный. Или просто и халяулю, и купить новые, да? Вот к этому варианту я склоняюсь. Ну, стульцы хорошие, очень удобные стульчики. Очень такие прям комфортные, беленькие. Ну, вот это вот, конечно, подвело, подвело. Вот тут дырка появилась. Две. Две дырки. Там как две трубы. И, видимо, когда кто-то отодвигал, и об диван... О, диван не садонул, но нажал, надавил. Тоже появилась, да? Вот здесь намек. Со временем, да, со временем здесь дырки такие и будут. Поэтому, наверное, даже деньги на краску не стоит тратить, да? Нет, надо от них избавляться. Вот сейчас немножко разгребемся здесь. Ну, когда закончится весь этот ремонт, я буду думать, какие шторки повесить здесь, какой цвет, вернее. Может, нам на палетах что-нибудь попадется. Ой, у нас теперь вся жизнь такая. Надо это купить. Не покупаем, ждем, когда в палетах попадется, да? Раньше ждали в посылках, теперь в палетах. Я говорю, надо на более крупные масштабы уже переходить. Там дома, машины распаковывать. Я, я справа. Блин, все, нету их, а? Вова не может сидеть на месте. Пошел, взял другой пылесос. Пылесосик ходит. Кстати, вот эта корзиночка, поднос такой плетеный, удобный очень. Суперский. Вова пошел жертву очередную, котину выкидывать. Вау, не могу. Ой. Кошка опять притащил нас покормить добычу. Она уже, это, со вчерашнего дня лежит, и никто не решится ее выкинуть. А я забываю Вове сказать, он понес в мусор. Вот, так как вчера дождь был, никто на улицу не выходил, в принципе, все время про нее забываем. А сейчас я Вову попросила. Он у нас, выкидыватель мышей, котя принесет, положит вон там нам. Какая это уже у нас, Вов, это по очереди мышь? Десятая? Я могу только сказать, сколько крыс было, а сколько мышей было. Еще и крысы были? У крысы одна была только, маленькая крыска. Какой ужас. Она ходит туда, вот куда-то, в тот райончик, где старые дома. А, там же у них хозяйство вокруг у всех, разные. Между вот этих дорогов и куда-то туда ходит. У нее всегда одна тропинка протоптана. Ну и плюс тут дорога не эта, безопасная, особенно ночью здесь никто не ездит. Да, она на эту дорогу никогда не ходит. Она машин очень боится. Она боится воды и машин сильно. А туда спокойное место, да, ходит. Там сарай, деревья, где полазить, есть когти. А я думаю, что она вот эту точилку больше не использует? Теперь она нашла, где когти точат. А потом у нас такая же, как наши дети. Пользуются только, когда новую увидели. О-о-о, круто. А потом уходит вот это вот первое впечатление и все. Поэтому вон кресло уже пошло. Вот это черное, компьютерное. Мы поняли, что они больше не садятся. Баллон этот пока еще работает. Даже коту на него не хочет особо спать. Этот пуфик серый. Он превратился в лепешку, в это, в это, в тарелку, как ее. Ну, надо. Инопланетную. Взбадривать время от него. Ну да, и плюс стирать периодически чехол этот надо. А, вот теперь все, шарик. Ну, на нем, в основном, коте спит, поэтому... Уже больше не спит. Уже не спит больше, да? Ладно, посмотрим. Вот она такая, с характером. Тетя. Так, у нас здесь беспорядок. Были дожди, мы все сюда стащили. Поэтому здесь завал полный. Вот. Недавно жгли костер. Я пыталась мясо пожарить. И что-то как-то мы поняли, что нам не идет больше костер. И, наверное, на это место будем другое ставить. Фаерпит газовый. От костра дым. Соседи в окно выглядывают, смотрят, как-то напрягает все это. Вот. Вот это пятно. Кстати, эта зелень уже начала прорастать. Я думала, она совсем останется таким выжженным. Здесь прям черное пятно было. Мы его быстро затоптали, поэтому... Я уже траву косил. А, да. Опять надо за травой ухаживать. Видите, сорняков сколько вылезло. Так быстро сорняки здесь, да, растут. Так они росли всю зиму. Ты посмотри. Да. Нет, я к тому, что мы в прошлом году два раза или три обрабатывали. Четыре. Четыре даже, да. Представляете, уже опять сорняки проросли. И вот такая вот... Вот, к примеру, вот эту траву, вон там в уголку еще есть несколько кустиков. Мы ее практически победили. А вот это, как это растение называется? Клевер. Клевер. Клевер пока не победили. Погода у нас шикарная, да, Вов? Погода в этом году вообще великолепная. Ни одной снежинки за зиму не было. И тепло было. Прошедшая неделя у нас уже повернулась на весну. Но уже у нас ночью тепло и днем совсем тепло. И не так сухо, как в прошлом году, да? И стало повлажнее. Даже Соня начала блудить. Мне не нравится. Кожа липкая. А я наоборот люблю, когда влажно. Так, кустики у нас, вот видите, растут потихоньку. Вот эти надо посадить. Кстати, мы же поедем завтра за саженцами. И как раз вот эти посадим сюда. Два. Куда планируешь? Ну, я... Вообще, я им указала бесплатные саженцы. И от этого, от компании, как ее у нас? Ависта? Или как ее? Или там была Ависта? Там Ависта. А здесь другая. Какая-то электрическая. Да, которая электричество нам раздает. Она раздавала бесплатно саженцы. По два саженца на семью, на двор. И нужно было выбрать место на карте. И туда потом посадить. То есть я даже подписалась. А так как я делала это ночью, когда мне не спалось, я спросить ни у кого не могла. Заказывала онлайн их. Я выбрала вот эти два угла. Два саженца. Можжевеловый какой-то куст большой вот сюда. Оно дерево даже можжевеловое какое-то. Ну хорошо, от того соседа отгородиться. Да, а сюда какое-то типа осины. Ну что-то такое. Листва будет зеленое все время, а осень такая красная. Знаешь, типа как у нас перед домом какое-то такое дерево. Нам подойдет. Вот. И так вообще нужно вот сюда еще что-то посадить, чтобы шум от дороги немножечко потом убирался. Ну, короче, одним словом, мы завтра поедем. Мы вас с собой возьмем. И будем сажать. Завтра, послезавтра. И вот эти цветы здесь еще посадим. Надо будет удобрение, кстати, купить. А вот эти куда будешь сажать? Знаешь, я говорю, вот сюда. Вот у меня уже один куст здесь посажен, видишь? Такой же, да? Да, только я не помню, какие цвета они. А здесь наверняка разные. Да. А вот эти куда? У нас еще два вот таких. А эти, я думаю, что возле дерева какого-нибудь посадить. Рядышком, да. Слушай, вот это опять повалилась крутилка. Ветры сильные бывают. Она слишком высокая, да? Ее я не знаю, как там надо зафиксировать в земле, чтобы она не падала. Я уже ее закопал, это не могу, не могу. Кстати, смотрите, хризантемы у нас принялись. Один куст только не принялся, да? Или два? Мне кажется, он прорастет еще. Прорастет, да. Ну, а если нет, то у нас есть чем поминать. Ну да, здесь все-таки это спереди поглавнее. Там можно что-нибудь другое будет посадить. Как видите, мы обрезали все. Либо дать им расти, они сами разрастут. Вот про какую дугу я говорила. Вот это. Она, в принципе, не радикальная, но все равно портит вид дома. Вот эта вот белая полоса немножечко такая. Когда звонила, она сделала вид, что она не знает, о чем я говорю. Хочу показать, наша камелия скоро забутонится. Смотрите, какие бутончики. Смотрите, какие крупняки уже. Да, а вот, глянь, какое. Красивая. И она будет, кстати, такая кораллова, красно-алло-розовая какая-то. Очень много бутонов. Я жду не дождусь, когда она зацветет. Временно у нас стоит, пока вот этот цветок заменяет цветы ей. Вот, она, мне кажется, лучше всего принялась и лучше всего растет. Эта камелия, если все, она прям так подросла с момента посадки. Видимо, ей понравилась почва и холодная погода. Кстати, вот забыла сказать информацию про то, как легко вернуть в Костка покупки любые. Кроме этой техники, да, наверное. Электроники. Технику можно, электронику. Ну, вот, допустим, холодильник не вернешь через три месяца, правильно? Ну, мне кажется, это к электронике относится. Да? Вот, а вот мебель, представьте, вот эти диваны легко можно вернуть онлайн. Зайти на свой аккаунт, найти вот этот вот заказ, если я онлайн его покупала. Если в айрхаузе, то нужно отвозить, да? Не приедут. Вот, а так как мы покупали онлайн, я прям там же оформила быстро возврат. Сказали, как только они получат эти диваны, сразу же на карточку обратно перечислить полную сумму. Вместе с таксами, с налогами. И, естественно, вычтут скидку 500 долларов. Ну, почему они не едут их забирать, мне интересно. Не знаю. И неважно, сколько времени прошло, они должны принять возврат. Пока у них не поменялось, да, вот этот возврат, правило возврата. Мне кажется, они никогда не поменяют. Если они это поменяют, то их популярность резко сократится. Интересно, а через 10 лет, если вернуть диван, ну, чисто теоретически. Давай попробуем. Не, я не хочу. Этот мы возвращаем, потому что он поломался. Классный диван, мы в него все были влюблены все время, но все, пришел ему конец. Прошло больше часа. А я давилась завтраком. Восемь-двенадцать. Мне звонили и сказали, в течение 30 минут приезжать. А, значит, час. Вот час прошел сейчас. Наконец-то. Мы еще минут 20-25 ждали. Приехали. Только мы с Вовы уже сомневаемся. То ли они будут забирать эти диваны, то ли новые доставили. Мы так и не поняли. Это Южная Каролина. И у них... Здесь все по-своему. Здесь все по-своему. Привозят, когда хотят. Что хотят. Забирают, что хотят. Я тут недавно камеру себе на Амазоне заказала. Купила, попробовала. Мне не понравилось. И мы решили ее отослать обратно. А ее должны были забрать, приехать. Бесплатно так же. Вова ее отдала, а чек не взял. Они зашли. Сказали, что они, оказывается, будут и забирать, и привезли диваны, и эти заберут сразу. Вова, главное не забыть у них попросить какой-то доказательства того, что они забрали. Доказательства. Короче, про камеру недорассказала. Долго нам не возвращали деньги. И мы уже выловили почтальона, который у нас забрал. Он сказал, подождите, еще немножко вернут. И нам вернули потом. Но нервы помотали. Сколько дней? До 10, наверное, ждали. Смотрите, он одной левой, он понес. Это такой здоровенный. Восемь лет. В 58 лет он сказал? Он сказал. Ну, сейчас 57, на днях исполняется 58. Представляешь? Парниши. Я из рабочей семьи, постоянно работаю, работаю. Он что, один все делает? Ну, тот, кто он внутри делает, он ему подносит к траку, тот в траке их контует, а эти коробки ему сюда. Я просто смотрю, он эту огромную коробку с диваном сам один тащит на эту штуку. Ну, он ее привез на коляске. Ну, да, но, представляешь, какая она тяжелая. На коляске ни капельки. Да? Вот он, наш этот диванчик. Беленький. Так, ну, я думаю, что это не одна коробка должна быть, или одна? Конечно, не одна. Он огромный. Вот в будущем какой он будет. Получается, они не только доставляют бесплатно, они еще и собирают, устанавливают все бесплатно. Ну, это входит как бы в цену уже, наверное, на диван. Ну, сейчас вот первая часть. Мне нравится, что ножки повыше теперь выйдет туда. Робот-пылесос. Ну, да, все-таки лучше там, когда доступно, помыть можно. И проводов внутренние будет. Да, потому что у того дивана было много проводов, из-за того, что электричество нужно было для выдвигания. А этот просто диван, он механически раскладывается, и получается огромная-огромная вот такая вот кровать. Это одна, только часть сейчас они вторую принесут. Вот. Цвет, мне кажется, чуть побелее, чем тот, который у нас был. Прям, мне кажется, белоснежный уж. Вот, смотри, как она работает. Видишь? Да. Смотри, какие эти крепления. Да. Вот, смотри. Слышишь, сколько мест. Вообще мягкий такой. Мне не нравится, потому что он очень мягкий. Не нравится? У-у-у. Он быстро станет таким, это... Да никакой, он не мягкий. Да. Смотри, на каком расстоянии мы будем отсюда. Я думаю, надо поближе, а по месту совсем не будет, да. Смотрите, какая кровать. Целая кровать, спать можно. Как у нас вот это вот пространство получается, да, здесь? Да, нормально. Экстра проход. Если я думаю, что здесь будет вот этот еще вот здесь стоять, то получается две кровати. Да, две кровати огромных. Смотришь, сколько балдежного места. Ой, какой классный. Кстати, вот эта кожа, она покруче, чем у того дивана была. Она топ-грейм, это значит крупнозернистая вот эта плотная очень кожа. Слушай, это какая-то громадина. Ёлки-палки. Представляете? Вот эти штуки переставляют. Что-то еще там? Так, это бумаги, да, на это? Вот, смотри. У него. Ага. Тут какая-то спинка выглядит, а неустойчивая. Или нормально? Сейчас я спробую. Ой, хорошо. Представляешь, диванище. Ну вот я когда отзывы читала, перед тем, как заказать этот диван, там одна женщина написала, что это одна часть выглядит, короче, больше, чем твинсай. Еще одну притащили. Получается три таких вот подголовника, их можно ставить куда хочешь, да? Хочешь здесь, хочешь там. Ну здесь, наверное, скорее всего, им больше места им подходящее. Так, ну вот эти вот, наверное... Даже вот так. Вот так даже нормально. Ну, в смысле удобно. Ой, удобно, слушай, хорошо. Тот был как-то диван покороче, вот эта часть. Все, доставка уехала. Мы его поставили поровнее. Конечно, наверное, правильнее его было бы поставить, как он у нас всегда стоял, ну, тот диван, вот таким углом, чтобы можно было телевизор смотреть, чтобы комнату отделить. Все-таки это другая комната, вот эта. Ну, еще раз повторяю, из-за распаковок нам нужно тут и пространство. Сейчас у нас большие коробки, и мы не можем его занять. Мне нравится, очень удобно. Удобно, да? Подголовник тут очень хороший. Ну, а если его туда... Я так понимаю, что у нас будет оно разобран чаще всего, потому что это комфортнее. Ну, это все-таки для просмотра или для игр. Нет, ну вот ты пришел, да, домой, да, допустим, устал или что-то, хочешь сесть отдохнуть. Ну, что ты вот присел? А это ты приляг. Подушки я сейчас все принесу. Ну, подушки еще. Да, я сейчас подушечки сюда принесу, одеяльцы. Вот такой вот. Смотрите, как он здесь встал. Ну, конечно, если разбирать, то совсем много места он занимает. Вот если его полностью разобрать, он огромный. Получается, для этого дивана надо побольше ливенрум, да? Да, и я вот, мы поставили этот диван... Ты понимаешь, на что я намекиваю? Нет, не понимаю. Я смотрю на этот диван и понимаю, что этот диван все-таки для более просторного и более такого модернового стиля дома. Ну, захотели такой купить, пусть будет. Сюда, наверное, больше тканевые такие какие-нибудь бежевые. Ну, да, вот такие больше подойдут к этому дому. Но это не наш вариант, потому что этот диван убьется очень быстро. Одна коте что стоит? Она вот на этот диван, на это кресло глаз положила, ложилась тут с пола. И там наверняка уже, небось, пятнышко появилось, да? Пятнышко нет. Нет? Все чисто. Чисто? Окей. Ну, может, это я просто по себе. Короче, вот такой вот диван. Смотрите, какое огромное пространство. Представляете, как кровать. То есть, в принципе, если его разобрать, здесь может вся наша семья улечься, да? Здесь два человека и здесь. Ну да. Здесь самые толстенькие, а здесь похудеет пачкой положить. И меня в какую пачку определили? Конечно, в толстых. В толстых? В пластикам? Шутка. Ну и сейчас вот эти вот столики, полочки, тумбочки. Тумбочка, наверное. Две штучки по 150 долларов. Каждая. Сейчас распакуем, посмотрим, где мы будем. Может быть, потом запакуем. Итого, да? Мне очень нравится то, что вот эти вот узкие, длинные. У нас кровать, форма кровати такая, что там не каждый nightstand, не каждый прикроватный столик станет. А форма вот этого будет очень даже, мне кажется, хорошо рядом с нашей кроватью наверху. Вот, сейчас посмотрим, или поставим его, их, возле кресла, возле диванов, наверное, не найдется места, или наверх кровати. У нас все время распаковки чего-либо, да? Не можем мы не открывать. На картинке он выглядел просто белым и такая темно-коричневая, типа как наш полк рыжечка. Но я сейчас вижу, что он сделан под старину, да? Ой, а это что? Наш диван разваливался. Да. На части старого дивана. Так, ну и? Так, это куда? Вот сюда. О, у него черный верх? Ну, не черный, типа наших полов. Я так это и рассчитывала. Так, ну он будет, мне кажется, хорошо смотреться возле кресла. Поветку? Не знаю, может какая-нибудь полочка, разделитель вот сюда какой-нибудь. Маленькая вся. У него тут дверца должна как-то... А, все, я поняла. Это если хочешь, вот сюда вставляешь как-то. А, и зависит от этого. Да, и будет вот такая. Видно, что внутри. Он сделан под старый. Ну так он добротненький. Вот. Столик за 150 долларов купили. Обычно это дороже все стоит. В Костке вот в этом плане хорошие цены на мебель и качественная мебель в Костке. Так, сюда не помещайся. Нет, это нужно сразу куда-то вот сюда вставить. Слушай, а что он, как будто грязный, да? Ну он так сделан. Сделан, да? Сделан под грязный. Вот зачем так делать? Так, и как это вставить? Не знаю. Ладно, положи пока туда, а потом будем разбираться. Давай попробуем рядом с креслом пока поставим. Ой, слушай, ну он прям это, рожден был стоять рядом с этим креслом. Просто я думала, что рядом с диваном, но я не знаю. Может быть два рядом, с двух сторон рядом с креслом поставить, два светильничка. И складывать там, что нужно вовнутрь. Здесь можно, в принципе, поставить, но во время съемок будет мешаться. Да, у меня есть, они припрятаны наверху, две белых из распаковок. Да, и будет хорошо смотреться. Давай, наверное, пока два вот так рядом с креслом поставим. Вот здесь есть две розетки, две USB-шки. Да, кусты я потом придумаю, куда поставить. Сейчас я все уберу. Нужно просто по центру поставить под картиной кресло и два вот этих. Будет отлично. Я думала, туда, может быть, там одеяло какие-то складывать. Но туда, наверное, не влезет, да, одеяло никакое? Нет. Я думала, что это что-нибудь только декоративное. Так, кресло нужно чуть-чуть сдвинуть на сантиметра три. Ой, это сильно. Ну ладно. Так, сейчас принесем эти светильники. Посмотрим, как со светильниками будет смотреться. Ну как эти светильнички, думаешь, нормальные или что-нибудь по масштабу здесь сюда нужно? Или те, которые у нас в спальне стоят с коричневыми ножками? Сейчас посмотрим. Классно то, что вот эти светильники можно включить в саму тумбочку. То есть одна розетка позади, ее используем для две тумбочки. Для ее избишки еще. Да, и здесь еще остается запасная розетка и ее избишка. Вот этот угол просто мне очень нравится, как он выглядит. Хорошо. Вот, может быть, со временем какие-нибудь другие светильнички попадутся. Мне кажется, они не идеально вписываются, но неплохо смотрятся. Сейчас сюда притащим подушки, одеяло. Я все-таки думала, что можно куда-то будет сюда что-то положить, но навряд ли сюда влезут какие-то там одеяла и подушки. Это так. Может быть, что-то там. Вот такие вот вещи. Пока вот такие подушки покидали, я постелила, чтобы можно было полежать. Дети придут, побалдеют на мягком одеяле. Вот, так одеяло бросила, чтобы дети попробовали, как удобно, неудобно. А потом всегда нужно будет что-то с подушками придумать. И цвет, шторки когда будут, подушки по цвету подберу. А пока вот такое вот место для лежания. А если лежать удобно? Лежать всегда удобно. Тем более на мягком кожаном диване, да? Все, да? Всем пока. Так, ну и вот это место. Можно и в Мексику не ездить. Бассейн вон в комьюнити. Так, ну а с вот этим я потом придумаю, что сделать. Давай, наверное, заканчивать на этом. Да, друзья. На этом у нас все. Всем всего доброго. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok